так погнали друзья обычная тема дорога и в плен тяжелый портфельчик то показывает даже кресло что давай пристегиваем его рюкзак это пассажир вот так сейчас немножко пособираемся в эфир чуть-чуть кто-то появится и начнется вещание так привожу в порядок все кто-то написал сегодня в интернете такую вещь еще немного такой погоды я начну называть бордюр поребриком так ну может быть не совсем тонкий но такая легкая скажем так ирония в отношении погоды по поводу того что в питере всегда там пасмурные сыра и вот если еще такая погода продлится то ты так и питерская погода да так сейчас вот эту грязичу проедем и начну я свое вещание на тему которую значит определил сегодня нужны ли мотивирующие ролики видео да вы ведете видео как всегда не могу я дать они как что могу сказать очень четко там категорично нам типа ляпнут там нужны или нет и не раскрывать это понятие дать его только для какого-нибудь аспекта скажем так одного и все и масса дебатов будет по этому поводу и так далее но я на самом деле так обычно не делаю то есть я пытаюсь любой вопрос критично разобрать с разных точек зрения ну вот почему решил на эту тему записать я сегодня видео до повещать потому что написал мне письмо ну сообщение месседж а мой коллега по цеху боевых искусств вот илья который кроме того прочего сам является еще и владельцем зала боевых искусств в иваново у нас здесь этим и переписываемся бать иногда и он мне часто подкидывает интересные темы для видео вот и я действительно черпаю оттуда некоторые но некоторые темы все спасибо пропустили интересные темы для видео эти темы пытаюсь развивать вот и по поводу мотивирующих видео написал он на такое оругачье письмо я так понимаю что не в отношении не в мой адрес конкретно горит надоели горит эти говноролики мотивирующие без всякие это это вот умные люди понимают и так что то спортом заниматься хорошо и чистить зубы там это правильно но это я уже немножко перефразирую и если на это мотивировать едно не нужно а те кого это мотивирует это безвольные люди и сегодня им там скажут что спортом хорошо заниматься а завтра идти людей стрелять типа и вот для них вообще не надо этого делать потому что зачем их вообще поощрять на там чего-то вообще мотивировать раз они такие сам слабовольные и это стадо баранов условно я не я не слову цитирую я так от себя добавляю так эпитетов да ну чтобы ярко прозвучало в первую секунду честно говоря я подумал что он в мой огород камень бросил потом подумал что но у меня прекрасно знает виде чем я занимаюсь нет это не про меня и ответил я ему буквально следующее время примерно следующее что илья говорю я сам постоянно записываю мотивирующие ролики и считаю что эта штука очень на самом деле нужная просто важно понимать кто эти ролики записывает вот и очень даже хорошо если человек обладает компетенцией а самое главное чтобы он это делал искренне вот честно и действительно это компетентно то есть вообще понимала о чем идет сама речь и вот тогда все это нормально будет потому что на самом деле часто такие ролики записываются и вине я скажем так это просматривают их и далеко не безвольные люди их надо просматривать люди очень даже волевые которые добились успеха в бизнесе в каких-то других сферах искусственных у них не хватает какие-то свои императивы по достижению там успеха правила на другие сферы жизни и например человек успешный в бизнесе может так и не начать с вами браться за свою диету или на там заниматься своим позвоночником здоровьем потому что во первых никогда об этом саги но не думал молодой был думаешь вечно это будет все когда постарше стал уже стал думать по-другому а не поздно ли мне заниматься этим наверно уже чё это клоуном то будете дергаться спортивный зал когда уже упущено время и начинает об этом как-то сожалеть и вот здесь то как раз некая мотивация может быть очень даже и сильно ну помочь ему быть очень серьезным под спорим когда он видит другого человека в таком же возрасте такого же как он примерно да но который взял и что-то своей жизни поменял и постоянное это в том направлении в котором этот человек бы сам хотел поменяться и он видит он берет в качестве примера и старается для него эта мотивация важна на вообще по очень многим позволяет кардинально переменить свою жизнь а о некоторых аспектах своей жизни человек вообще не задумывался даже только мотивирующий ролик на эту тему ему помог взять под контроль или хотя бы даже просто нужно заботиться мыслью а какой-то теме миха привет вот это какой-то теме скоро на тренировке свидимся буквально через 45 минут и начать сам заниматься это я в том числе про себя говорю потому что судя по отзывам нам на мои ролики на ю тубе на отзывы в сообществах на сайтах на письма которые пишут постоянно мне я помог многим людям очень да промотивировал а тем кому за 30 за 40 и так далее до своим примером лично поменяться вот и своими ну во зрениями взглядами за рассуждениями но и которые конечно базируются на профессиональных навыках помочь начать немножко думать по-другому потому что иногда у людей в силу того что у них нет профессиональной компетенции каких-то сферах так есть у меня некоторых сферах нету тоже вообще во многих какие-то есть каких-то нету других людей это по-другому вот и они не могли просто начать даже думать на эту тему тут просто не получалось начать думать на эту тему не озадачивались потому что как как я уже говорил писал казмат прутков мы не понимаем некоторых самих вещей не потому что наши понятия сам слабы а потому что некоторые предметы не входят в сферу наших понять конечно если человек об этом никогда не задумывался откуда у него понятия будут по этому поводу да но если но хотя этот аспект может быть очень даже важных жизни и вот такие мотивирующие темы они позволяют особенно когда говорю с человек который мотивирует хорошо в этом деле разбирается и может своим примером продемонстрировать и подтвердить сделать такой social proof того на что он собственно говоря подвигает людей если я вот например ну мотивирую людей постоянно там типа бегать заниматься с утра и все я постоянно демонстрирую своим примером лично если я на что-то побуждаю с ноги другое я всегда это демонстрирую боевыми искусствами демонстрирую чем-то еще тоже когда я говорю про сочетание там бизнеса и всего прочего я своим примером это демонстрирую так что вот это вот самое важное и конечно опять же если какие-то ролики надоедают да вот я написал потому что так и так мол и так говноролики записывают всякие там эти товарищи он он потом ответил да да я это все правильно просто я с протек когда доморощенные какие-то перцы там что-то выкладывают и все это пишу я зачем ты смотришь этих людей ну я понимаю что можно свои случайно налететь может быть интригующее название какой-нибудь и ты начинаешь смотреть но потом проще поступи если человек тебе вообще не понравился в игнор его поставь или просто не смотри с этого канала видео и все такое и все будет нормально ничего надоедать смеете и не будет а как сам сепарировать да вот как отделять как найти мотиваторов которые действительно вам могут быть сам не полезны а какие нет а это на самом деле не сложно понимаете если человек вот только-только начал сам заниматься купил себе там форму от кроссовки и тут же бежит записываете это мотивирующие видео про то какой он молодец и давайте все на спорт потому что я сегодня первый день как тоже вышел ну может быть может быть кого-то из его друзей это простимулирует и про мотивирует может быть но для большинства людей это вообще не вот о чем вот для меня вообще ни о чем когда я вижу там весной как девки там очень окупицы эти кроссовок спортивные какой-то формы красивые там затарятся в адидасе в найке вот я вижу они вышли первый раз это видно потому как они бегут как они занимаются и у меня всегда возникает такая мысль это вот два раза я их лишь увижу на стадионе и больше этого не будет никогда и и в девяносто девяти и девяти десятых там случаев это так и происходит но я уверен что они там на стадионе уже на записывают кучу роликов мотивирующих да какие-то молодцы пройдут эфиры прямые там оттуда не скажут вот это вот давайте все делай как я делай делай с нами делай как мы делай лучше нас там условно говоря на самом деле все это как бы тлажа надо не с этого начинать надо сначала себя поменять реально добиться какие-то достижений потом уже писать эти мотивирующие ролики и к тому времени как да вы начнете сам записывать их у вас уже будет вот это некая харизма потому что фальш люди всегда почувствуют если вы сами не можете что-то и если вы не искренне это все делаете а с особенно если вы это делаете только для популярности в сети для того чтобы поднять узнаваемость собственно или вы потом планируете там завести коммерческий канал там раскрутить его и все и пишите ролики для этого пытаясь попасть в популярную трендовую нишу люди это быстро почувствуют это не профессионализм и не искренность и не будут вообще смотреть вас абсолютно в такой теме прокатывает только скандальный какая-нибудь скандальный и развлекательный контент вот он искренне вы или не искренне это по барабану об шумите громче и люди будут это глядеть вот а вот когда это действительно такая сам деловая тема и особенно там узко нишевая какая-то там даже если вы этого там ведет речь и боевых искусствах там работе на снарядах то все понятно кто профи на кто нет только став то есть заимев экспертность каком-то это вопросе я думаю что стоит тогда вот пытаться это выкладывать на значит мотобозрение а как экспертность это вся проявляется а вы ее несите конечно если вы не будете записывать ничего а вас и не узнает никто но я говорю сначала вы ее сам заработаете над экспертность собственно для себя чтобы вы понимали что вы в теме действительно рубите и у вас есть результат и чтобы это там оценили близкие друзья знакомые а потом вылезайте в эфир тогда и что получится вы будьте искренне говорить обо всем об этом сознанием дела и даже как у кашпировского словно говоря через телевизор через видео через аудио через звук люди будут понимать что вы в этом рубите что вы в этом профессионал что от вас действительно можно что-то подчеркнуть и чему-то поднабраться с учет поднабраться сто процентов вот и вы точно так же когда смотрите мотивирующие ролики у этих людей увидите очень быстро вычислите и популярность и будет расти вы будете делиться и их роликами будете давать ссылки на их каналы и так далее и все будет совершенно нормально поэтому на самом деле я ничего не вижу криминального в том что люди записывали мотивирующие ролики да пускай да пускай все пишут вы выделяете сами что смотреть а что нет человек может быть действительно в энтузиазме ну кто же его будет порицать за это вышел на стадион вдохнул свежего воздуха первый раз там за десять лет никогда не ходил заниматься сам спортом и у нее чувства переполнили он дай-ка думает я это поделюсь вот насколько хорошо мне сейчас а ведь многие но не знают как это ой мужики не знают и он записывает ролик и выкладывает его на youtube и вконтакте во все социальные сети ну как можно порицать человека за то что он захотел про мотивировать если он действительно горит парни я так много потерял там блин это вообще да да я вам тоже советую это просто классно неважно даже если он уже на завтра не выйдет у него все болеть будет на этом все закончится возможно кто-то просто его посмотрит как-то проникнет настроение у него поднимется и он сделает то же самое и эта мотивация выстрелит даже не для этого человека для самого который записал а для того который посмотрит может это самки сработает но когда он начинает пытаться выявлять над экспертность дать вопросе и получать особенно кстати не не только мотивация по поводу спорта там и что еще когда по поводу там успеха в бизнесе в мотивации в жизни там успеха жизненного блин ребят это вообще кобздец я когда вижу ну как это сказать сопляков до которым чуть ли не по 16 лет и они начинают там значит разбирать тренды сконтактную успешных людей и пытаясь им и поучать что надо вот так вот поступать а не усяк какие-то психологи я гоня конечно тоже это побешивает слегка такая тема но я говорю я поступаю следующим образом я закрываю просто это и ставлю это в игнор я вообще честно говоря не очень-то когда вот учился в экономических вузах сильно мне я не любил преподавателей которые исключительно теоретики то есть у меня два высших экономических образование вот и не там в общем так одно северо-западная академия государственной самослужбы а второе меня значит инженер-экономист это ивановский университет экономический факультет так вот не любил я преподавателей которые сами по жизни прилашенные такие прям вообще никакого нет успеха в жизни они учат экономики а еще понимаю когда макро там экономику преподает там человек да ну занимается такими геополитическими то вопросами да фактически преподает в экономическом аспекте больше скажем так экономической географии на продвинутом уровне но здесь я еще это могу понять знание эти по большому счету применить в жизни для зарабатывания денег кроме как в качестве преподавателя никак нельзя наверно а вот который преподает микроэкономику там управление производством маркетинг менеджмент и все такое и сами ничего не представляют из себя как успешники предприниматели ну честно говоря ну скажем так но нищебродствуют ребят я это 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 мало понятно это вообще демотиватор за учиться в экономическом смысле вузе когда вам преподают такие специалисты ты но это мое мнение личное конечно кто-то скажет надо там селективно быть либо ты преподаватель либо ты тут но я вообще считаю что преподаватель конечно это педагогика это наука уметь преподавать надо но надо иметь не над информацию по своему предмету который вы можете заложить сам не в уши другому человеку а знание по своему предмету а знание это та информация я вчера об этом ролик писал который вы можете воспользоваться я вот считаю что я неплохой педагог я провожу постоянно семинары мастер-классы читаю лекции какие-то да провожу курсы коучинги и все то есть они у меня нет образования профессионального педагога хотя это не сложно получить его сейчас имеется ввиду пройдя там повышение квалификации вернее специализацию вот мне это и не нужно то есть я для людей нормально доношу все это по крайней мере об этом говорят отзывы а надо владеть самим предметом владеть виртуозно владеть предметом своим если надо прекрасно понимать не просто так обладатель предмету как бы набором неких у меня фактов да надо уметь этими фактами пользоваться и вот тогда вы будете реально при ну примером человеку который приходит кому учиться он вас учителем будет учить учителям с большой буквы pu как мастеров боевых искусств да приходит учитель научите а почему он приходит учиться к учителю а учитель потому что сам умеет понимаете идею учителя он учится потому что тот умеет а когда ты приходишь к учителю с маленькой, с буквы, а он вас там учит именно набору информативных каких-то вещей, но не дает вам именно свои знания, которые вы можете применять на практике, это не учитель. Это, ну, наверное, вот можно так и сказать, действительно, это не преподаватель. А вот надо, чтобы преподаватель был учителем. Вот это наиболее правильный подход. Для этого нужна экспертность в своем вопросе. Экспертность не просто на уровне владения информации, еще раз говорю, на уровне знаний, то есть на уровне прикладного применения этих знаний. А умение донести эти знания до других людей, вот они входят еще, вернее, являются составляющей педагогического мастерства или педагогического таланта. То есть когда вы этому можете и других людей научить. Вот этому стоит отдельно поучиться специально. Поэтому, если у каких-то предпринимателей, которые добились успеха в жизни, есть педагогический талант или желание поделиться с другими своими наработками, навыками и так далее, ну, вот их надо этому обучать, выявлять, то есть на это мотивировать. И они, пройдя курсы специализацию, вернее, ну, педагогическую, смогут этому всему научить других людей. Ну, это я в порядке бреда сказал. И я не хочу обсуждать потом ни с кем вот то, что я вот сейчас ляпнул. Это, я говорю, это в порядке бреда саморассуждения. Можно идти и самотеклассическим путем освоить свои предметы, а потом уметь все это применять и то же самое едет на практике. Ну, каждый своим делом заниматься должен. Это безусловно. Ну, это тоже мотивация. Вы поймите, когда тот, кто обучает, может своим примером что-то показать, это лучшая мотивация. Наверное, другой мотивации, более значимой, вообще придумать невозможно. Поэтому просто сепарируйте, что вас мотивирует и что не мотивирует. Если вы не мотивируетесь от ролика просматриваемого, ну, и забудьте этого человека, поставьте в игнор его и все. Он вас не заводит, не мотивирует. Другой вопрос, что есть, конечно, еще и такие перцы, которые умеют классно бла-бла-бла. Вот это вот да. То есть, у них это можно просмотреть пару-тройку роликов, в которых они говорят, ну, прямо, ну, реально, хорошие вещи. То есть, они говорят-то правильные вещи. Абсолютно спорить с этим невозможно. Вопрос в другом. Делают ли они это все сами? Вот это вот большая тоже тема. Потому что человек может владеть, скажем так, информацией очень хорошо, уметь ее красиво, но артистично доносить и говорить совершенно правильные вещи. Может быть, из-за разряда капитан-очевидность, может и так. Но, тем не менее, это самозаводит, да, там, от людей, которые, например, на эту тему слышат что-то в первый раз. Или, наоборот, искали что-то по этой теме, и им понравилось, как харизматичный, артистичный человек самодоносит идею. Стоит ли смотреть их? Тогда почему? Нет. Для начальной мотивации, для того, чтобы себя, ну, вот, простимулировать, вам этого достаточно будет. Понимаете, вы ориентируетесь на внутренние чувства. Заводит вас этот ролик, дает он вам сам стимуляцию, дает энергию. Забирайте ее. Будете смотреть человека дальше, и вы увидите, что если там, кроме мотивации ничего нет, то его постоянные одни, ну, те же, эти позывы, без поддержки, без апелляции к профессионализму, вам быстро, ну, наскучит. Да? То есть, если в СМГ проявится, что он в этом деле не профессионал, а вы это после двух, трех, четырех роликов обязательно поймете. Ну, и все. Первоначальную свою задачу эти ролики выполнили, и скажете спасибо этому человеку. Ну, все. От него я, типа, заряд бодрости взял, да, там, кофе, чашку выпил, или пойду дальше. Теперь мне чашки кофе мало, для того, чтобы, то есть, я энергии сам зарядился, выпил чашку кофе. А теперь мне надо действовать. Ты можешь меня научить, как действовать? Нет. Спасибо тебе, что ты меня промотивировал, что дал чашку кофе, дал энергию, все. А теперь мне нужно найти того, кто мне поможет это сделать. И вы будете уже, ну, сказать, того, кто обладает и тем, и тем. Потому что, если вы найдете просто профессионала, но который не умеет смотивировать, вы можете, как бы, тратить вот этот вот эмоциональный пыл на мотивацию. То есть, мотивация пропадет, она склонна к задуханию всегда, особенно, когда быстро не переходит результат. Да? Если результата быстро нету, то мотивация склонна угасать. И только, когда начинает что-то получаться, мотивация снова появляется. И вот вам сейчас нужен человек, который и может постоянно поддерживать вас, ну, мотивацию, и стимулировать вас своим запалом, энергией, харизмой, духом, да, и в то же время является профессионалом, который может вам дать что-то для того, чтобы вы действительно росли профессионально, и какие-то советы, которые можно тут же применять, начинать в жизни. На которые можно прямо там с утра послушать и прямо сделать то, что он сказал. Или перед своей, перед собственной самотренировкой снова посмотреть его, увидеть, как он пошел на тренировку, и опять же зарядиться. Потому что иной раз, конечно, может, там и нету ценных самсоветов никаких, там просто есть четкое оподбадривание, но оно базируется на примере, на собственном. Вот у меня много роликов таких. Когда я иду с утра прямо на тренировку, ну, какую-то синтенцию самую, ну, разбираю, рассказываю, например, что там во мне... Потому что сегодня вот дождь, и дождь мне должен помешать вам, да, никогда, самотренировки. Я показываю, что я сам иду, вот сейчас вот дождь, а я сейчас сам буду бегать. Видите, пример, с меня. Вот он, я такой. Вот это все нормально. И так, условно говоря, это каждый день, через день или когда-то. Об одном и том же, что ничто не должно мешать. Я показываю, вот снег идет, мне это не мешает. Дождь идет, мне это не мешает. И люди ходят, мне это не мешает. Я в другой самой стране, да пофигу мне это все. Я все равно буду заниматься. Я, например, на своем это все демонстрирую, показываю, что вот, вот так оно может быть на самом деле. Понимаете? И тогда мотивация, это вся работает. В общем, короче, резюмируя, и кратко резюмируя сегодняшний базар, скажу вам так. Товарищи, вот ученые, мы все во глубокой заднице. Спасибо за внимание. Окончен семинар. Ну, это шутка, это строки из-за песни Тимура Шауфа. Так-то, на самом деле, хочу сказать, все зависит от того, кто записывает эти ролики, кто является мотиватором. Вот от этого все зависит. А ваша задача найти того, кто вас действительно мотивирует. Смотрите, сепарируйте. По какому признаку делать это? Я вам все это рассказал. Посмотрите видео с самого начала. Кто не с начала смотрит, то, слава богу, в ВК все сохраняется. Вот. Обязательно. А это видео также будет выложено еще и на live channel на моем канале на YouTube. Очень было приятно со всеми вами пообщаться, друзья. Скоро я уже подъезжаю на тренировку. Вот. А вы обязательно подписывайтесь на мои каналы на YouTube, на мой базовый канал. Это канал доктор Шилов. Не канал доктор Шилов. Это плейлист. Нет. На канал в общем-то Михаил Шилов. На мой live канал канал live channel. На сообщество во всех социальных сетях, которые называются кухонный философ. Ну, и на аккаунты мои. А также на мои ресурсы. Будушин.ру Будублог.ру Макивара.ру Корректура.ру Докторшилов.ком Всем пока, друзья. Салют. Салют.ректура.ру Салют.ректура.ру